На календаре 7 сентября. Вслед за поэтом Лермонтовым сегодня можно с гордостью повторить. Недаром помнит вся Россия про День Бородина. Великая битва началась рано утром 7 сентября 1812 года. Изведал враг в тот день немало, что значит русский бой, удалы. Самара стала одним из пунктов пересылки и размещения пленных. Французы начали пребывать в Самару уже в сентябре 1812. К концу года их набралось 1700 человек. Цифра очень внушительная для Самары и Самарского уезда, учитывая тот факт, что население самого города тех лет насчитывало лишь 6000 человек. Самарский городничий Иван Фторов относился к пленным французам гуманно, за что получил от губернатора прозвище французолюбца. Фторов делал все, чтобы свести к минимуму негативные отношения между населением и пленными. И в том числе, ну как-то французам, наверное, относились еще к какой-то степени, как к цивилизованному народу. И даже был такой случай, что он принимал некоторых офицеров у себя дома, за что губернатор страшно его ругал. Хотя Фторов опять же ему объяснял, что это было не часто, не много. Но он относился к ним настолько хорошо, что когда, это тоже очень известный факт, когда пленные наконец-то начали возвращаться к себе на родину, он устроил им такое прощание, что-то вроде пикника. Когда лодки отчалили от берега, они кричали ему по-французски, да здравствует, ну как-то командор, городничий мы переведем вот сейчас. Это улица Алексея Толстого, 31. Раньше она называлась Казанской. Именно здесь, 7 сентября 1880 года, открылось Самарское реальное училище имени Александра Благословенного. Назвали его так в честь столетия со дня рождения императора Александра I и в память его посещения Самары. Это училище пользовалось большим успехом. Многие известные самарцы получили здесь среднее образование. Учениками реального училища были писатель Алексей Толстой, коллекционер Константин Головкин, краевед Егор Анаев, архитектор Александр Щербачев. В тот же день при училище Самарская городская дума открыла библиотеку имени Александра Благословенного. Спустя еще 8 лет, в 1888 и тоже 7 сентября запустили Самару-Уфимскую железную дорогу. Она протянулась от станции Кенель до станции Уфа на 452 версты. В числе почетных гостей были городской глава Петр Алабин и известный купец Петр Суботин. Первенец автоваза мог стать Катюшей, Авророй, Волжанкой, но победило имя «Жигули». Именно так стали называть автомобили Волжского завода, начиная с 7 сентября 1970 года. По одной из версий, это имя придумали во время всесоюзного конкурса, объявленного в прессе. Всего писем и телеграмм набралось около 30 тысяч. Госкомиссия отобрала 8 названий, а конструктор Черный предложил еще одно – «Жигули». Оно-то и было утверждено правительством. Но как только советские «Жигули» стали выпускаться на экспорт, тут же возникла проблема с привычным для русского слуха словом. Иностранцы не могли его правильно произнести, и тогда решили придумать другое название для экспортных автомобилей. Так в 1973 году появилось новое имя – «Лада». Красивое и простое. Большая премьера состоялась в этот день на сцене куйбышевской драмы. 7 сентября 1980 года зрителям представили новый спектакль «Усвятские шлемоносцы». Главные роли Касьяна и Натаху сыграли известные куйбышевские актеры Иван Морозов и Наталья Рдолицкая. Успех на гастролях, спектакль на телевидении и золотая медаль имени Попова – «Усвятские шлемоносцы» стали яркой страницей в биографии куйбышевского театра. 7 сентября родилась королева романса Изабелла Юрьева. Сложный вопрос, в каком году это было. В одних источниках назван 1899, в других – 1902. В тот же самый день, в 1870 году, на свет появился Александр Куприн – известный русский писатель, автор «Гранатового браслета». 7 сентября свои именины отмечают Иван, Владимир и Регина. Народный календарь сегодня встречает тита-листопадника, тита-грибного. Прежде в этот день рано утром отправлялись в лес за грибами, приговаривая. Кто рано встает, тот грибов наберет, а ленивые да сонливые идут после за крапивой. На праздник тита, по народным приметам, вырастают последние летние грибы. Удачи и до завтра!